Добрый вечер, Ирифтов! Сегодня 31 июля 2022 года. Вы послушаете выпуск новостей на относительно легком иврите. Это будет язык шестого уровня сложности по стандартам нашего канала. Пользуясь случаем, я хочу напомнить, что вы можете приобрести у меня книги по изучению иврита. В частности, иврит русский юридический словарь, иврит русский словарь аббревиатур, сокращений и другие книги. Для заказа и дополнительной информации пишите мне адрес электронной почты, вы видите на экране. Я сначала прочитаю текст новостей, потом его разберу. Ваши субботниками, он обрежет, иврит русский словарь. Миллионы голошей уритвы от раиона. Тель-Авив. Хатулла висна, в месяц май, не улама. Кавор Хочайм и Немцая Аль-Ядей Цалемет Бемевне Натуш Би-Яфо Ацалемет персима темуна Шелахатулла Ба-Интернет Ва-Ба-Им-Шех Масра-Эт-Весна Лаб-А-Лим И теперь разберем Арев Тов Атам Мазиним Лахадашот Берадио Кулей Зим Добрый вечер Вы слушаете Радио Голос Вы слушаете новости По радио Голос Коз Хартум Это столица Судана Каямот Эдуйот Аль-Аврахад Заав Ли Русия Существуют свидетельства О контрабанде золота В Россию Слово Эд На иврите Это свидетель Эдут Свидетельство Здесь во множественном числе Эдуйот Свидетельство Медубар Бетонут Шельзав Речь идет О тонах Золота Обратим внимание Слово Медубар От глагола Медабер Медабер Это Разговаривает Говорит И Медубар По смыслу Мы переводим Как Речь идет Говорится И если в русском языке Говорится О То на иврите Придется сказать Медубар Б Не совпадает С русским языком Нужно будет Запомнить Медубар Бетонут В данном случае Речь идет О тонах Я объясню Это не имеет отношения К ивриту Судан Это страна Которая Очень богата Золотом Считается Что она На третьем месте В Африке По своему Потенциалу И Основная Добыча золота Которая происходит На территории страны Ведется пиратским образом И соответственно Вывозится из страны Контрабандным образом Получилось так Что есть свидетельства Работников Аэропорта В Хартуме Которые Зафиксировали Более Десяти Случаев Вывоза Золота На самолетах Которые Принадлежат Частным компаниям Российской Федерации Теперь я от себя Добавляю Что есть мнение О том Что эти частные Компании Сотрудничают С Министерством Обороны Российской Федерации То есть Занимаются В том числе Как бы Вопросами Безопасности Эти компании И Они связаны С местными Коррумпированными Чиновниками Очень нагло Все это проходит Я объясню Что Золото Вывозилось В ящиках По документам Это проходило Как печенье То есть Несколько коробок С печеньями Были Выложены Поверх ящиков С золотом Как будто бы Кто-то вообще Серьезно Может подумать Что из Судана Авиаперевозками Будут транспортировать Печенье В Россию Это то что было По документам И несколько Работников Они Посчитали Своим долгом Это дело Прекратить Зашли Зашли в самолет Описали То что там Увидели Нашли Примерно Тонну Я так понимаю Что чтобы Себя обезопасить Они передали Информацию В том числе Журналистам Из Сиэнын Чтобы это было Во всем Мире Известно Цана Это Столица Йемена Хатаны Хад Эхлит Лахсох Бо Цаота Хатуна Один Жених Решил Сэкономить На расходах Или дословно В расходах Свадьбе По смыслу По свадьбе Вэарах Это Текис Ба Масаид Шилу И провел Церемонию В своем Грузовике Масаид Это Грузовик Текис Церемония Арах Провел Подготовил Миллионы Гольшим Эйриху Это Раайон Миллионы Пользователей Интернета Оценили Эту Идею Эйриху В настоящем Времени Маарих Это Ценит Оценивает Оценивает То есть Дает оценку Какую-то В плане цены Например Тоже И также Ценит В плане того Что хорошо Относится Можно по-разному Здесь Понять Мы обращаем Внимание Что в этом Глаголе В настоящем Времени Маарих Тот же корень Что в слове Арах Провел То есть Провел Как бы то Что заранее Подготовил Оценил Прикинул Вот один Вот один И тот же Корень Слово Эрех В иврите Это Оценочная Стоимость Тоже С этим же Корнем Бээрех Это В В оценке Примерно Мы переводим Этот же Корень Обращаем Внимание Что Слово Реайон С Буквой Айн Попытаемся Запомнить Это Отдельное Объяснение Если я покажу О чем идет Речь Так Выглядит Этот Переделанный Кузов Грузовика В Йемене Такие Грузовики Называют Поезд Или Вагон То есть Очень Длинный Кузов И для Того Чтобы Сэкономить На Зале Торжеств Жених Решил Переоборудовать Свой Грузовик Мы Видим Возле Стен Сделанные Сидения То есть По Йеменской Традиции Сидят Там Не за Столами А Сидят Возле Стен И Центр Зала Кстати В синагогах Выходцев Из Йемена У них Тоже Во многих Сохраняется Вот такое Расположение Все сидят Возле Стен А В центре Остается Пустое Место И мы Обращаем Внимание Что Так как В Йемене Здесь Исламская Традиция И место Используется В том числе Для молитвы Мы видим Что обувь Оставили У входа В помещение И сейчас Я покажу Каким образом Выглядел Жених На свадьбе Мы видим Здесь В центре Это жених И по всей видимости Его отец И отец Невесты Мы видим Что они Одеты В традиционных Йеменских Таких Ну назовем Это халаты Или платья И видим Еще по традиции В Йемене Носят Такие кривые Интересные Кинжалы На арабском языке Этот кинжал Называется Шабария И в Йемене Он выполняет Очень так Параллельно Я скажу Он примерно Как галстук В европейской Традиции То есть Костюм с галстуком Здесь Обязательный элемент Это не столько Реальное оружие Сколько Украшение Костюма Мужчины И мы видим Что вот все они Да Кто нарядно Здесь одет В центре У них У всех Эти кривые Йеменские Кинжалы Шабария Идем дальше Пель-Авив Ахатулла Весна Быходиш Май Нейльма Кошка Весна Это ее так зовут В месяце Май Исчезла Нейльма Исчезла Когда прошло Два месяца Или по прошествии Два месяца Двух месяцев Или через Два месяца Она была Найдена Женщиной Фотографом Цалемет В заброшенном Здании В Яфа Заброшенном Или покинутом На туш Это покинутый Заброшенный Оставленный Примерно так Мы можем перевести Когда речь идет О имуществе Теперь здесь слово Каавор По прошествии Я сказал Или через Каавор Худшаем Через два месяца Теперь вопрос Мы знаем Что есть слово Через По времени Например Я хочу сказать Я через два месяца Поеду куда-то Я скажу Б От Худшаем Через два месяца Почему здесь Каавор Мы постараемся Запомнить Что в случае Если событие Произошло Уже В прошлом То есть мы Как бы Отталкиваемся От события В прошлом И говорим Через какое-то время От того события Которое уже Произошло Мы будем говорить Не Б Од А Каавор Например И а слово Б Од мы будем Использовать Когда речь идет О событии Еще не состоявшемся Которое состоится Через какое-то время От данного Момента Ацалемит Пирсима Тмуна Шеляхатулаба Интернет Это женщина Фотограф Опубликовала Фотографию Этой кошки В интернете И мы Обращаем Внимание Что Пирсима Это глагол Пиэль Но здесь Без буквы Ют Он пишется Почему? Потому что В корне Здесь четыре Буквы Когда в корне Пиэля Четыре буквы Не принято Писать Ют На самом деле Я от себя Добавлю Что если Вдруг Вы бы здесь Написали Ют Как слышим Пирсима На самом деле Ничего страшного Не произойдет И это не воспримется Вообще Как ошибка Но я на всякий случай Вас предупреждаю Что кто хочет Соответствовать нормам Принято писать Без Юта После После первой буквы Еще раз Несмотря на то Что это глагол Пиэль Где написание Буквы Ют В трех буквенных глаголах Строго Обязательно В ЭБМ-Шех Масра Эт весна Ла Беалим И В перспективе Как бы В продолжении Далее Передала Весну Хозяевам Или хозяину Или хозяйке Здесь очень важный момент Что в нормативном иврите Слово Хозяин Это слово Беалим То есть оно Чисто формально Как бы выглядит Во множественном числе Но если я хочу сказать Хороший хозяин На иврите Я должен сказать Беалим Тов Несмотря на то Слово Единственного числа Несмотря на Окончание Им Я покажу Как выглядит Весна Вот такая Симпатичная Кошечка Через два месяца После скитаний Возвращена Была Домой Спасибо за внимание С вами был Марк Харах Литраут До свидания